Теперь слышно. У нас что-то с вами... Сейчас я делаю батиши. Ага. Вот. Это сейчас с интернетом что-то там опять... Про пространственные палатки. А у меня неприятность была большая тут сегодня. Внезапно прервалась связь и выбросили рамку такую, что я предупрежден, оштрафован на 2000 рублей за то, что распространяют порнографические ролики. А потом все погасло. Ну, сейчас приезжал наш брат и говорит, это вирус, и он все это разблокировал. Да вы как-то поймали, у вас интересует. Стоит. Стоит. Не один. Всякие разные. Значит, куда-то вы зашли или очень следите за тем, куда входите? Куда я зашел на свой стих посмотреть в говле, где мои стихи находятся? И на них сделали там особый какой-то отдел. Я не знаю, кто сделал, а так и не нашел автор. Мои стихи так украсили. Я их многие насчитал. Около 3000. И в аудио, и все. Мне просто интересно стало. И вдруг вот такая оказия. Ну, значит, туда кто-то вирус подставил. Ладно. Вот. В общем, сейчас я сразу скажу. Часто люди звонят, и двоится голос. Вот. В это самое. В записи голос двоится, да? Ну, голос раздваивается. Такой он станет. Да. И чё? Чё-то остановилось-то. Связь, видимо. Связь прерывалась. Это от нас не зависит. Я вообще руками ничего не задевал. Мы просто сидим, разговариваем. Ну, пускай, что он сейчас зайдет. Это техника. От нас никак не зависит это дело. Алло. Да. Что-то такое. Это в интернете проблемы. Опять. В интернете неполадки. Это не у нас с вами. Мы с вами не виноваты. Это пространская проблема. Понимаете? Понятно. Вот. Игнать Тихнич, у меня вот... Я на разу всё хочу сказать. И вот сейчас, наверное, скажу. В общем, многие люди не знают, что у вас серьёзные проблемы со слухом. Да. Вот. То есть вы знаете, что делаете? Вы сразу предупреждайте, что я недослышу процентов на 80. Вот. Так что если я буду принимать как-то неправильно вас, то вы понимаете меня правильно, что у меня немного слух неполноценный. Потому что у меня дядюшка есть. Вот ему тоже. Он ваш ровесник. Ему 75 лет. Вот. У него такие же проблемы. Я прекрасно знаю, что такое глухие, недослышащие люди. Поэтому я сам вот ору. Я уже знаю, что вы недослышащие. Поэтому я ору в три волоса. Вот. И вы стараетесь сразу что-то сказать. Я недослышу. Так что если что-то у нас не снижаются какие-то, как-то разговор не глеится, то значит я что-то пропустил. Понимаете как? Потому что складываются вообще непонятки. Иногда бывает, что у вас недопонимание идёт полное. Вот. Хочу это подчеркнуть. Ну наши-то все знают. У меня вот левое ухо, оно совершенно не слышит. У меня прободение там перепонки. Ну повреждения физические. Видимо попадал когда несколько раз. Такие обстоятельства. И когда о чём-то говорят, а я-то не слышу, что они говорят-то. А я продолжаю говорить. Они говорят, да он против вас говорил. Я говорю, ну и что говорил-то? А я с ним по-хорошему говорю. Я ничего не слышал. У меня цена бортом. У меня врагов намного меньше. Поэтому вы предупреждаете сразу. Звонят люди, допустим. Люди звонят многое. Вы говорите, я человек плохо слышащий. Так что если будут какие-то непонимания, вы особо не обращайтесь на внимание. Лучше повторитесь. Два раза повторитесь. А это вот какое дело, Сергей. Вот тебе видно, что я в руках держу? Вот. Ну видно. Телефонная трубка. Когда телефонную трубку я разговариваю, я ни один человек, или по телефону вот, ни один человек не догадается, что я не совсем хорошо слышу. Нормально. Называется шепотная речь. Когда лежал в больнице с этим, мне это дали такое но. Когда у меня были суды, со мной рядом сидел всегда перевозчик. Чуть подальше у меня речь плохо разбирается. А когда вот так я рядом, мне и голоса не повышать, ничего не надо. Я совершенно нормально слышу. Я знаю, это нужно наушники. Вы меня, понимаете, я не могу сделать. У меня есть наушники. Я могу мне одеть. Вот сейчас у меня дома нет никого, понимаете. Я попросить некого одеть, их эти наушники мне на голову. Вот. Вы просите людей, которые к вам заходят. Вы скажите, ну купите все наушники, они там стоят 500 рублей. Вот. Купите. И это не только для вас, а вообще для интернета, для скайпа. Очень, очень болезная вещь, потому что голос становится более разборчивым. Вот. Разборчивый-то более, я не знаю, как он разборчивый будет. Но я не об этом хотел сейчас это. Мы вчера у нас была встреча здесь со Степаненко Максимом. Вы посмотрели этот ролик? Я посмотрел, и по этому поводу звоню вам. Ну давай, расскажи, какое ваше мнение, что упустили, что не так, и общий результат. Прошла встреча нормально, наши отношения не ухудшились? Все, держи, подробно. Я считаю, пока что ваше отношение стоит на братском уровне. А он вызывает. Это закрыть надо вот это, или еще? Мне еще не надо? Оторвешься, да. Тут много слабину дает. Ну немножко пусть пока идет, дальше видно будет. А один отрыв, и кто-то может подсоединить потом. Но от нас тут ничего не зависит. Интернет? Интернет, вы видите, какой плохой? Да. Видимо, что-то... Я... Увеличивать. Оставлю так. Погоды. Да это не такое дело, это не увеличение дела, это дело, проблемы в интернете, в самом. Вот это видео, я вам сейчас сразу скажу, не выставляйте, а пришлите мне сначала. Вот, то есть выставите, я его скопирую, вот, а потом вам пришли уже обработаны. То есть я там уберу все лишнее, вот эти вот обрывки все уберу. Мы их уже оторвали, мы отрываем обрывки, то у нас нет ничего. Первые два оторвали, а этот я тут в это время давал пояснение. Нет, я вас затруднять не буду, вы большую там работу делаете, по присланному материалу. Давай вернемся к первому. Ваши мысли после того, как просмотрели вчера нашу беседу со Степаненко. Значит, я сейчас скажу еще раз. Вот, значит, мысли такие. Беседа была братской, вот, он принял от вас поддержку, и, думаю, все у вас прошло, как говорится, на дружеском уровне. Вот, вы поддержали его, он принял безударство. Вот. Далее, вот что я хочу сказать, вот, вот, потому что он, сейчас, потому что он обозначил вот эту проблему, вот это слово, он подчеркнул, что его неправильно поняли. Вот, то есть это сработали средства массовой информации. журналистка одного портала ведь очень хитро так подала руководитель миссионерского отдела, а, смотрите, предложил называть матерей-одиночек, глядя, ведь на самом деле какая хитрая была постановка. Ну, естественно, это пустили средства массовой информации, но я просто, конечно, не ожидал, что наши, скажем так, медийные фигуры так попадутся на эту ловушку. А я бы, и в этом плане все-таки проблема обозначена. То есть вот эта медийная информация, желтая пресса сработала так, то есть его неправильно поняли. И он очень переживает за то, что не звонят никто из таких, из православных каналов, из православных пространств, никто не желает позвонить и не узнать Максим, а что же в действительности ты хотел сказать этим своим интервью, то есть своей статье, понимаете, в чем дело. То есть его рвут сейчас на куски желтая пресса вырует, то есть желает его полного разложения. Вот а братья его молчат и как говорится тихим сапом. Никто никто не хочет поддержать и спросить Максим, ну объясни, пожалуйста, для чего и почему ты сказал это. Вот в чем дело. На самом деле я это я тоже хочу здесь подчеркнуть. Обратите внимание, я это сказал для своих на православном сайте. Вот я подчеркиваю, я не делаю специально для этого скандала. Если бы мне нужен был скандал, я бы дал интервью какой-нибудь журналисту в светской СМИ. Ну, например, как Комсомольская Правда. Кстати, хорошую статью девушка дала правильное интервью и прояснение. Я захотел бы скандала, я пошел в дело, но скандал был бы четко беспилят. То есть на самом деле я это публиковал в узком отделе на самом сайте для обсуждения для своих. Скандала я не хотел. Никого не пробивать, не хотел вот так бацбать. Я подчеркиваю, я об этом даже не думал. Еще тихонько, мирненько ждал реакции своих, чужие, что люди напишут. Ну, вот понимаете, так, видимо, получилось, что дал трамплин и забратики. Вот я отшиваю подсчет. То есть его рвут сейчас на куски желтая пресса вырует, то есть желает его полного разложения. Вот а братья его молчат и как говорится тихим сапом. Никто не хочет поддержать и спросить Максим, ну объясни, пожалуйста, для чего и почему ты сказал это? Вот с чем делаем. А вы хорошо прослушали, что я трижды возвращался на одно и то же к нему? Что ошибки никакой нет. Суть-то в том, что они поняли на другом уровне. Выткнули это не просто в пространство безбожного мира-то. Это прихожанки под этим словом Б. Их 90% таких-то. А кто их такими держит-то? Попы и епископы. Он еще не осознал до конца, кого он задел, какую махину и какое там озверение идет. Это просто Господь через него сделал. Он созрел для этого. Его надо поддержать только молитвой-то. Это не внешне. Он ткнул внутрь церкви. Это Б. это внутри церкви. Вот чем суть-то дела-то. Главное-то. Да, я хочу тоже по поводу этого слова Б. По сути слово Б обозначает заблуждение. Вообще это слово если я тоже скажу и мне тяжело назвать это слово я назову. Слово Б. обозначает заблуждение. Тут я хотел бы сказать доброе слово в защиту употребленного слова. Но какая же блядь слово блядь обозвала матерна. Вот я не могу понять. Слово из церковно-славянского языка. В послании к Тимофею откройте сказано есть. В богослужебных текстах есть постоянно. В писем протопома Аввакума когда он пишет там никонские бляди. Это кстати это не намек на сексуальную активность патриарха Никона. Еще это гораздо более простая вещь. Откройте словарь Диченко словарь церковно-славянского языка. Первичное значение слова блядь от глагола заблуждаться. Еретик тот кто проповедует ересь. Вот это первичное значение это слово. И лишь во втором значении то что сегодня с этим словом ассоциируют. Наши отцы в недалекой древности это слово употребляли любому заблуждающемуся человеку. А сейчас мы просто исказили это все. Это называлось прямо самгона цер говорилось это слово. И все люди воспринимали это как говорится полноценно и достойно. Ведь по сути сейчас этим словом б можно назвать то есть отнести его можно к любому прихожанину церкви. Любой сейчас заблуждается любой находится в прелести. Как говорит Максим он тоже никого не осуждает он только обличает вот и как он называет нас родом лукавым и прелюбодейным как мы возлюбили говорить о любви о наших грехах мы говорить уже не любим мы не принимаем наше сердце не принимает этого а ведь по сути смотрите как 98% допустим у меня в семье у меня ни мать ни сестра ни дочь у меня не делают ни одного аборта я смело смотрю в глаза но я после этой беседы я представил себе а что если бы я узнала что моя мать или сестра убийцы как бы я смотрел им в глаза для меня у меня просто этот вопрос закипел внутри и мне стало не по себе понимаете а как же тем матерям которые приходят домой из храма и у них уже дети осознающиеся ситуацию и как бы заполнимающие как же они смотрят глаза детям и дети как смотрят на этих матерей своих после таких убийств вот или почему в церкви сейчас замалчивается ведь священники должны глядить об этом вы убийцы вы не просто убийцы а вы стерильные убийцы вам нужно говорится вас не то что эпидемия накладывает вас это однозначно нужно накладывать эпидемия полная прям за убийство вот и посчитать за каждый аборт сколько эпидемии получается это вся жизнь уходит на эпидемию получается потому что аборт в не менее трех там три два-три аборта это самильно вот и я считаю нужно озвучить этот вопрос и нужно выносить его на осуждение но люди то не это значение слова принимают и он то по контексту говорил не об этом да это в словаре все правильно написано он имел ввиду здесь если кому он обращался к людям то решение заблуждения а одиночки матери это не заблуждения вот он про это как раз заблуждение они же заблудились они же блудили заблуждение это в принципе одно и то же что правильно у людей это тоже понятие а смысл один я рассказывал у нас здесь умер такой был артист Золотухин Валерий Сергеевич но у него было три жены и вот они там у гроба две жены собрались и последняя она на 33 года моложе была его Ирина Линд и она воспоминания свои говорит когда я в театр поступила а там сидят то ли работники то ли артисты я говорю слышал они говорят а это чья бы прошла то есть она не просто женщина она чья то вот и все он об этом смысле и сказал прелюбодейный и грешен он расшифровал эту фразу и считать себя у нас все нормально нормально за годы перестройки считают от 80 до 102 миллионов абортов сделали это государство большое погибло это исчезающая нация у которой нет чувства самосохранения это не надо никакого план Далес или что-то внутри сатана сидит вот где план и поэтому не о слове речь то идет а то что он показал наша характеристика а после этого ставство вот что это ставство то есть это все внутри кто приходит прихожанки чьи вот у нас поехал священник я могу фамилии все называть поехал в женскую колонию 470 человек только пятеро они причастились это пишут в церковной литературе это сидят уголовницы потом ни одно убийство на ней и он всех сразу причастил ни пяти ни ничего нету вот это его там сидят при любодейке и прочее почему он причащает он считает их христианами почему он их как называется окормлять это не церковное не хорошее слово но он так они говорят потому что это его паства и поэтому Максим-то ткнул внутрь церкви он еще даже до конца не осознал этого-то то есть он сделал намного больше чем некоторые люди думают это он до конца не сказал а смысл в том это священников это в епископов и в патриарх откнул потому что это внутри закон который на дорогах здесь действует он не для Китайской Республики он не для Вьетнама он для нас и законы наши они для нас и поэтому ну в Америке блудят везде главное что у нас в церкви делается я ему вчера трижды возвращался по этой программе может быть он до конца не хотел сознать об этом а может быть он правильно сказал я не ожидал что такой резонанс будет резонанс это еще не полный он еще не знает что внутри я же уже не один раз говорил когда Господь Христос посылает учеников он говорит посылаю как овец среди волков я подробно говорю кто такие волки иудеи которые распинали Христа второе безбожники коммунисты фашисты масоны это все волки но когда в 20 главе Павел собрал говорит присвятеров из Епеса призвал в Мелит то он говорит им из вас а там видимо были не один им руку положенная самих вас станут лютые волки не щадящие стадо нет и будут говорить превратно притом умышлено превратно то есть наоборот зачем чтобы увлечь учеников за собою они против меня воюют почему я об этом говорю вот в лице Максима я увидел друга вот на этом этапе я говорю дальше мне неизвестно что без жена нигде будет вот пример меня вызывают на разные там конференции колокольные конгрессы и вот мне обычно всем дают 10 минут мне только 5 это всегда это какой-то у них неписанный закон такой бывает 15 минут оратор дает мне больше 5 никогда не дают почему видимо они знают что я за 5 минут скажу то что им за 10 минут не сказали я сижу и думаю как же мне в 5 минут вложиться но передо мной выходит доктор юридических наук Сорокин Виталий и он говорит как будто я стою на кафедре а речь шла об экстремизме когда сказали а то и все экстремисты а я вышел с Библии после него и сказал я экстремист и стал доказывать я говорю я хотел сказать больше ну передо мной вот вышел этот доктор юридических наук профессор и он сказал все и он говорит верующий настоящий верующий он не может быть не экстремистом экстремизм призывает к высочайшему что в этом деле есть то есть достичь вершины а я тогда вернулся к этим президиумом сидит за столом я говорю вот вы не экстремисты иначе бы вы нас сюда не собрали а по слову Божия не экстремисты кто это блевотина а почему Господь говорит ты не холодный не горячий а тебе извергну из уст моих и когда мы считаем Андрея Кисарика подокийского архиепископа он говорит блевотина изо рта что извергну из уст что извергается то и этот профессор сказал я из дома позвонил говорю скажите как вы могли так сказать точно он говорит а у меня 12 книг открыты моком ваши зря стоят на полке вот и все и вот придет время то что сказал Максим значит Сипаненко это будет растолковано первый толкователь видимо я я прямо говорю о чем речь идет он до конца сам сознался я не осознавал что будет сейчас мне сообщают уже по эфиру что сегодня уже набросились на меня я еще не смотрел как говорит о ужас и на вас набросились за то что вы поддержали Максима это было во времена Диоклетиана во времена коммунистов если сказали враг народа и кто-то помогает его сразу в ту же сторону гнали в гулаг Максим нуждается в помощи и он сказал мне нужна молительная помощь вы видели как я объявил во всем собрании вот меня то интересует ваше личное чувство вот как бы через вас я хочу войти ну а как другие то люди реагируют что мы с ним встретились как эта встреча я вам скажу когда они реагируют существует то у этой медали и другая сторона ведь вот они просто-напросто вам скажут их Христос прощает всяких тем же женщин вот вы как вы имеете право давать им звание с такой большой буквы Б вот как вы имеете право этих женщин вообще это новые детские они прощены уже Христом откуда они узнали что прощены вопросов она не вышла из этого состояния она идет после этого еще на 10 абортов вот кегумену это Амбросе Юрасов это он в книге пишет подходит одна прихожанка и говорит батюшка я вот привела к тебе доченьку там Настеньку она у меня такая девственность такая скромница даже и наиспоить идти не хотела ну уж исповедуй ее она она не против он начал исповедовать и говорит 4 аборта это большая буква Б 4 аборта а за один аборт правило Василия Великого Второго на 10 лет отлучается ее никто не прощал это попы врут нахально он прощает прощает а Господь говорит я проклинаю ваши благословения вот об этом говорит Феофан Затворник если ты говоришь я благословляю прощаю а Бог говорит я не благословляю и не прощаю скажи что будет утверждено на небесах они самовольничают самодурничают попы человек и не думал отставать от греха покаяние означает возненавидеть грех и к нему не возвращаться а они не думали их просто он приехал ну 470 только пятеро они не были наиспаде не причастились они причастием попы играют он кнул в то что нужно было сделать его Бог избрал для этого высветить внутри внутри церковная это беда а люди которые цепляются ну у нее муж она от него защела он то один главный самец и они на него сейчас гонят но что церковники то поднялись вот это понятно почему потому что они главные виновники главные виновники епископы сказать боятся я знаю вот у меня знакомый был друг друг очень хороший это был начальник радиостанции маршала Рокоссовского всю войну прошел на передовой а потом уверовал был коммунист видимо и его посадили и приговорили к расстрелу и он только сказал благодарю тебя Господи он смерти не боялся и они сами учитывая его военные заслуги давай его ну подайте прошение он говорит зачем вы меня расстреляете я буду со Христом они сами это дело сделали его судил первый заместитель Берий Меркулов присутствовал даже важная птица ему дали 25 лет 5 лет поражения у этой выселки 5 лет поражения в правах Устинов Александр Иванович у него 10 детей было он как и вот это герой у меня были такие герои но я к чему рассказываю но он с властями разговаривал так как власть имеющий но против беззакония в церкви он ни разу рот не раскрыл вот чем дело это это самая страшная мафия комсомольская правда как-то писала вы не знаете что такое церковная мафия это самое ужасное страшнее итальянской и советской они что угодно будут делать Максим и подчеркнул в вашей беседе что преступлением можно назвать молчание умалчивание замалчивание вот этого то что сейчас происходит в храмах и это не освещается этот вопрос это же вопрос убийства идет на уровне серийного убийства вот это даже есть у кого-то и старцев и у святых я не помню что даже за грех аборта семьи Господь расторгает для того чтобы не происходило уже следующего убийства вот то есть распоргаются семьи и Господь попускает такое чтобы не произошло еще одного аборта вот даже так бывает что это очень страшный вот этот грех перед Богом вот а он абсолютно замалчивается о нем нет ничего любой правитель старался иметь около себя стражу хилифея у Давида было это филистимляне и когда говорит после того как мужа в Версаве он убил Давид это был не израильтянин я говорю к тому что они были люди храбрые неподкупные когда царь Николай отрекся поприветствовали всех кроме он не знаю полковник или кто начальник дикой дивизии один единственный из всего окружения царя Николая Второго да будет он благословен на небесах и вот увидев что так мужественно поступает человек Давид всегда приближал к себе этих героев вверх были около него об этом пишется в книге царств сегодня увидели как поступил Максим мужественно я говорю о Степаненко Максиме да сегодня по смыслу первым делом я очень много слышал что там в Томской области митрополит Ростислав обычно когда говорят в разные никоны что попало о них и отрицать даже нельзя а Ростислав я слышу только положительное только какой он мудрый и говорят что выгнать он его не должен он не такой митрополит ну посмотрим дай бог чтобы это так было но если митрополит ну понимает это дело то он должен сказать вот такие люди мне нужны он должен немедленно его приблизить к себе ни под каким видом не отдать его на стерзание патриарх услышал это у вас такой в Томской епархии такой есть человек который так заботится да он же в государственном масштабе да он собственно коснулся то то что называют проблемой тьфу это слово не люблю это всех европейских стран сколько там абортов делают мы немедленно даже его под охрану взять он никого не боится он смело сказал то есть он должен быть сегодня рядом с патриархом они его сейчас додалбливают вот это вот зараза язва она неистребимая удержится он или нет ну дай бог и знаете он уже распят уже назад нет никакого хода его уже распяли понимаете в чем дело уже никак не вернут то есть за ним вы сказали сделали уже поставленные чины теперь то что я сказал что Ростислав должен был его к себе немедленно вызвать взять под охрану особое благоволение о нем высказать не бояться за свое утробное животолюбие патриарх должен был это сделать но этого не сделали они будут сейчас смотреть как бы туда вместе с ним меня не замели говорят люди мира их мнение ничего не значит Максима нужно сегодня тиражировать и когда бы они взяли его под охрану там которые более-менее такие люди есть они бы тоже вышли и сказали я вот сколько времени бьюсь вот с этим с этим и стали бы говорить а архиереи бы вышли и сказали так братья мы вас зажали мы православная церковь это монастырь особенно это очень грубая тоталитарная секта это уже весь мир об этом говорит мы хотим быть другими мы сейчас посылаем делегацию их невзорову пусть он все выскажет нам мы постараемся исправиться они указывают на наши болезни максим поработай над этим вот тебе задание в течении месяца все наши недостатки недостатки в государстве как их озвучить мы это обдумаем они им не хотят воспользоваться бог его восставил я посылаю к вам пророков а вы убиваете их но его если сегодня что-то сделают памятник будут ставить я это не на уровне головы думаю как это же это же капище можно применять его ну это даже не комментарий это была статья на его сайте он же публично не заявлял об этом он выставил он же сам подчеркивает это что я выставил свои мнения для близких людей для чтобы меня просто почитали как говорится может быть кто-то поддержал может быть кто-то оправил их меня ведь это же это было он сказал он так втистно крово он не хотел даже этого понимаете но тут видимо сработал сам господь он вывел его видите как он провел его есть такое выражение экстраординарное время требует экстраординарных мер и вот как это я считал правосточную мудрость однажды был человек довольно зажиточный с ним был слуга и он далеко поехал к самому знаменитому врачу но врач осмотрел у него что-то с желудком было но это время когда еще медицина может не на таком уровне была но знатоки народного средства они многое знали и он говорит лекарства лекарства никакого нет бесполезно просто нет его не существует лекарства ну а теперь когда они пошли в дороге застал их день и он лег под тенечек солнце движется и тень ушла в сторону его когда допекло слуга сидел он любил хозяина и молчал сидел думает сколько он перестрадал лучше бы он умер уже ясно делал что скелет один он не есть не может проходимости желудка нету он сдвигается от солнышка опять потенет а во сне он сильно уставший был и раза три он так солнце печет его и он пропотеет и опять в тенечек заползет и потом он видит а он за ним все время носил молоко молоко это такой продукт единственный который без помощи желудка может усваиваться одним кишечником я много читал про молочную продукцию ну говорю щежих слов и он видит подползла большая пустынная земля они в пустыне были название там этой змеи и она голову опустила и напилась молоко потом поозиралась опять голову подняла и сблевала туда молоко обратно это яд в житиях святых говорится где змея была на дне бочки с вином это все до одного умирает разбойники умерли это мы считаем там кажется у Харлампия было разные такие но этот проснулся и он ему ничего не сказал а он пропотел и захотел пить и выпил он думает сейчас хозяина прокинется и все а он не умер он посадил маленько еще раз выпил да еще раз и видимо у него это прожгло внутри он сразу попросил у тебя с собой что-нибудь есть поесть он говорит он хочет и сейчас там как когда он уже выздоровел он тогда снова пошел к тому врачу поехали уже пришел и говорит а врач один говорит а где так mint куда nota его или нет такого пациента а как это не было ведь думает лекарство 以前 это нужно что человек был очень тощий, чтобы организм у него ни грамма жира не имел. И нужно, чтобы он солнцем пропечен был, не в бане. А потом сразу ему в тенек надо, и раза три так. А потом надо вот такая редкая змея, чтобы выпила молоко, и сблевала, и человек выпил. Еще попало, говорит, говорит, а слуга-то достала и говорит, вот так все и было, господин мой. Так вот я считаю, то, что сделал сейчас Максим, он как раз подал вот это лекарство. Это лекарство. То, что этот грех, который был, он его открыл и показал. Вот это раскаяние означает, надо сглотнуть его, пропустить через себя со стыдом. И оно прожгет его, прожжет его. Он, как этот слуга, все это видел. Он спасает господина, свою родную православную церковь, Московского Патриархата. Они этого не понимают. Что они делают? Преследуя Максима, они ускоряют погибель своей, полное разорение. Когда Патриарх Кирилл проехал до Дальнего Востока и сказал, состояние церкви, тире, я говорю, вот такое тире, духовные развалины. Я на это только добавил. Ему показали не худшее. А где мы едем? Там Освенцем и Хиросима. Да, вот эти лекарства. А в лекарстве-то никто не нуждается, все же себя. Да. Сейчас вот много говорят про сектантов, там, православные, вот, особенно. Мы православные, а не сектанты. Вот, ну, православные в себя уже тоже считают исцеленными. Они не нуждаются ни в таких лекарствах. У нас Христос есть, и Он нам грехи просил, все-все, а Борг нам просил. А зачем нам еще лекарство-то какое-то нужно? Вот и иконы все исцеленные, и уже на половину считают брою себя. Большего обмана придумать нельзя. Почему на иконах старинных мы видим, дьявол цепями тянет верующих в ад, огонь горит. И первые, первые, епископы с панагиими, с панагиими своими, с митрами, вторые за ними священники, а дальше уже все остальные цари, прихожане. Эти иконы не где-то там в дальних пещерах, в Новосибирске на Харах, там я и не раз видел икону. Они не боятся. Я сколько раз говорил, вот Серафим Саровский, вы верите в него, верите? Ну он молится, три дня целенаправлено о русском священстве, о русских архиереях написано, и священстве. Почему он стал молиться, а никто другой не молился-то? Ему Бог открыл, потому что он был в духе святом. И как он молился, не знаю как, но написано три дня. Но Андрей Гурайев говорит, что это подложное такое... Ну давай, даже если подложное. Как говорится, видение патриарху Алексею не было, что там его Феодосия упрекал, что это не правители, а кривители. Да пусть им не было, но вы сами разве не видите? Если его не было, оно должно было быть. А Андрей Гурайев имеет какие-то другие данные. Но я-то говорю не басни. О чем я говорю, это написано в настольной книге священнослужителя, которая вышла по благословению патриарха Пимена. Это самый капитальный труд. Третий том, 601 страница. Первая строчка сверху. Три дня. Через три дня Бог заговорил. Вот тут для меня тайна. Но так как там в кавычке открывается прямая речь, там написано, Бог отвечает, не пощажу и не помилую. И дальше причина. Потому что вымыслами своими заменили заповеди мои. Я нашел. Это 118-й псалом, 113-й стих. Что, Андрей Гурайев разве не знает, что это необходимо нам? Он знает, он умница. А опровергать, что это подделка? Ну, я не знаю, ни от кого не слышал. Зачем же подделку поместили, как истину, в капитальный труд настольная книга священнослужителя Московской патриархии выпущена? Не знаю. Ну да. У нас то мало, чему вообще можно верить. Вот сейчас Туринскую плащаницу тоже положили. Кто докажет мне, какая там она Туринская плащаница, Христова она там, анализы какие-то сделает. Те ваши анализы подложенные, все подкупленные. Все же можно объяснить правильно. Ну а вера-то у нас есть. Да. Да и какая вера? Да тут и примеров сплошь. Ну вот вы говорите, допустим, да, Серафим Мазаровск, народ на свой, как говорится, на себя не принимают. Это может быть было когда-то, или может быть когда-то будет. А у нас сейчас в Церкви все замечательно. Мы вот украшаем, пляшем, ходами крестными ходим. Вот, у нас все замечательно, какие там у нас. У нас Христос просил нас, вот, и мы чувствуем, у нас духовное удовлетворение, такое вот духовное спокойствие. Значит, мы идем в Церкви, в Церкви с большой буквы, вот, и Церковь наша здоровая, так как мы духовно здоровы. Сейчас никому ничего не объясним, Серафим Тихович. Ну вот, сами видите, ну, начинаете чуть, я вот сейчас эту переписку, опять все, мы солим, да мы солим, там, по Кураеву. Вот, ну там бы кое-кто выскажет, там, свое мнение. Вот опять же там бы девушка, одна Дарина, там, тоже объясняет, кому-то там объясняет. Да вы не понимаете Лапкина, он же говорит истину, он говорит за чистоту православия, там, за штаны, там, за все, за все. А мы вот бабу, мы не понимаем, вот, живем такой жизнью, там. Ну, вы считаете, там интересно. Вот, и что ж, кто же ее будет, что ее пойдет? Объяснили, что никаких штанов нету, есть женские штаны. Ох, женские одежды, женские такие богатые. И все, тимур, вот, и грех разрешен. А один из наставников, монашества даже, говорил, ты избери такого наставника, стружек которого нет во Вселенной. Святые все имели в виду, все. Ничто не считалось за мелочность. Почему книга Иисуса Новина, первая глава, восьмой стих, говорит, да не отходит книга себе о тутствах, но получается в ней день и ночь, дабы, дабы, в точности исполнить все написанное в ней, в точности. А в точности, это значит, все важно. Это мы только рассуждаем, да, это не важно. Не важно, ну, не важно, и все. А на каком основании не важно? А то, что ты уже полностью мирской, и по-мирскому все делаешь. Важным считается то, до чего достиг. Мне вспоминается, что жития святых был такой святой, Григорий Ницкий. Это родной брат Василия Великого. А у них, ну, его родная сестра Макрина была. Вот семейство какое, сколько канонизированных. И он решил там написать память ее, что Бог как с ней делал, как она болела, верет. Какой верет это, или раковая опухоль, или что-то. И как она была исцелена. А потом узнал, что люди-то не верят. Ну, родная сестра, ты пишешь. И он написал, говорит, люди могут верить только в то, что сами могут сотворить. А раз сотворить они ничего не могут, они ничего не могут и сказать. У них ничего нет. Вы же сами видите, когда тут был разговор, вы привели это из Якова. Покажи веру твою без дел твоих. А я тебе покажу, Яков, говорит, из дел моих. А тот, ваш собеседник, говорит, а у меня никаких дел нет. И сразу ушел, больше ни разу не пришел. А они не знают, куда себя деть. У них ничего нету. Заходишь на странички, вообще ничего нету. А когда жизнью встречаешься, видишь, он с собой поболтал, пошел, перекурил и другое. Я говорю, у тебя жена-то венчина? Какая венчина? Она там пятая уже. Этих людей лучше ты не трожь. А они только здесь, скрываются под разными никами, аватарами, храм какой-то строят. Они сами себя боятся. Вот у меня, там, господин, все телефоны, все выставлено. Бери, звонил, звонят люди, сейчас только звонили. Другого нету, а они на это поставлены. Я, например, ни на одного человека на земле не обижаюсь. Вот они говорят, гордость, гордыня. Это, я говорю, может быть, у того, кто что-то знает. Я не знаю за собой этого. А что у вас гордость нет? Я говорю, скажите, что это такое, а чего? Мне некогда об этом думать. Меня долбят со всех сторон. И баптисты, и писятики, и кого только нету. Кому не лень, как здесь щукарь, говорит. Какой бы кобель не сорвался, обязательно на меня загачу ухватят. Какой бы бы их не побежал, на меня наткнется. Вы скажите, скажите, а чего я должен гордиться? А вот вы видите, молитесь открыто. Ну и что? Что это означает, молиться открыто? За это получает награду похвалу, Господь говорит. Да, я получил похвалу? Что вы выдумываете-то? Милости не будет тайная. А вы около церкви открыто подаете. Надо понимать, что левая не знает правая. Ты не хвалишься в том, чтобы услаждался этим. Я говорю, скажите, а вы слышали такое, что семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей? Знаете, вот у нас храм там, склад. Я говорю, вот это место с чем-то от других местности отличается, люди приезжают. Нет. Я говорю, а почему ты не молишься? Вот сколько мы стоим, на Малиту ни разу не призвал. Да, а что это? Среди дня, зачем нам это фарисейничать? А я говорю, я так никогда не рассуждал. Вот дети у меня купаются, там пруд, там деревья. Я пришел с ножовкой, вырезал место, куда могу склоняться уйти, и дети со мной ходят там, потому что до лагеря бежат далеко. Около складов стоим, у меня снова тропинка через крапиву, я ножовкой выпилил место и туда. Пошли в сады, у меня там укромное местечко есть, а на жизнь другая будет. А что вы хвалитесь? Хвалящееся написано, хвались, повелительном на колене, хвались Господом. Я молю Господа, благодарю Его и Тебе передаю опыт. Эти люди говорят не от Бога, они не хотят, чтобы кто-то это знал. Они говорят, да это время такое, да это невозможно, возможно я показываю. А Златоуст говорит, если один в это время спасся, один. На суде Божьем этот один осудит всех. И вы могли. Сегодня, если одной ноги нету, около храма он будет день и ночь проситься. Почему Казбов Сергей не просит около церкви? Их она писает, лежит на спине и других учит и помогает. За десятерых мужиков еще. Да, смотри Сергей, он сейчас, он со Степаненко Максимом. Ну я первый сказал, опять же я оказался в этом деле первый. Почему? Потому что я об этом молился. Господи, что он хотел сказать? Он говорит, они не поняли. Он сам говорит, я этого не ожидал. Я понял, я ожидал. Я сказал, выткнули внутрь церкви. Это не во внешнее. Внешне нас не касается. Убийцы там, ну они вне закона Божия. Для него какой грех? Он не знает, он просто с сатаной вместе. Вы коснулись прихожанок. И руководители у них стоят здесь. Вот в чем дело. Он высветил внутреннее наше разложение. Погибель. Хотя сам он до конца осознался и не осознавал. И поэтому, и хорошо, что не осознавал. Ему легче отвечать. У меня, когда КГБ допрашивали, я насчитал архипелаг ГУЛАГ. А за ним гонялись. А где? Кто вам дал? А я знал, что это будет. Ко мне как заходишь, а у меня по стенам, если замерить, 12,8 квадратных метра комната была. И тут вешалка в темноте. Вверху так это, куда шапки кладут. Я всех предупредил. А у меня со всего Советского Союза приезжали. От архиереев, священников. Я когда насчитывал, брали пленки. Приезжали по делу. Я говорю, если у вас для меня что-то есть, вы кладите на полку. А второй раз приедете, посмотрите, лежит там или нет. Я говорю, я сейчас нуждаюсь в литературе 20 век христианства, об умученных христианах. Мне нужно узнать подробно, как расстреляли патриарха, этого царя и патриарха, что. И архипелаг ГУЛАГ. Проходит там неделя примерно. Я руку туда сунул, где шапка-то. Книга лежит, достал, архипелаг ГУЛАГ. И когда КГБ спрашивал, я говорю, я не знаю, кто положил, и не знаю, кто взял. Они могут меня на кусочки терзать, я не знаю. Ну, не трудно это было сделать-то. Но он вышел открыто, он не выступил под чужим именем. Как это можно не оценить-то? Это в наше-то время, когда оставались одни только трусы. Я уж просто осознаюсь. Мой отец рассказывает, как за одно слово арестовывали. Он инвалид войны. Вот такой вот, до руки, левой руки по плечу почти не было. Культяпка маленькая была. Десять ребятишек. Но я-то маленький, он все рассказывает. А у меня уже тогда мысль была. Я говорю, мы звали не папа, а тетя. Я говорю, тетя, а почему тебя-то не забрали? Понятный вопрос? То есть, он, если это говорил мне, на степи, когда коров пасли, так еще оглянется. Там никого рядом нету-то. И у меня вопрос возник, что если бы отец говорил, как это надо, его бы арестовали. И мы бы были сироты. У нас бы этого не было. Но у меня у ребенка этот вопрос уже возник. У ребенка. Пяти-семилетнего. Почему у этих-то попов, метрофорных-то не возникает мысль-то? Это вам надо было делать. Это Щаплин должен был озвучить, а не Максим. Это Дворкин должен был озвучить. Почему вдруг капитан вышел вперед генерала? И они этого не оценили. Они еще и завистники при том. Это большая часть еще и от зависти, от ненависти. Он до конца этого не понимает. Я только почему сразу сказал, только бы он не ожесточился. Да нет он. Я сказал, так думай мои слова сначала. Мне не надо ваши зарегистрирования. Я знаю, что это возможно быть. Потому что он слишком расположен к ним. А Богу это не угодно. И Бог его сейчас маленько отделяет от них-то. А когда они сейчас начнут рубить и клеветать, он скажет, да правильно же про вас говорили-то. Лютые волки, нещадящие стадо. Он может еще дозревать не один месяц до этого. Я дозревал до этого 50 лет. Я вначале думал, когда говорили что-то, Ну почему нет пробуждения в церкви? Я считал на первом месте вина то, что славянский язык. Люди не понимают. Проходят годы, я так и думал. Но потом я увидел, не это главное. Это не второстепенное даже. Дальше. Главное это богослужение, которое заняло место в Святой Библии. Богослужение. Вот в чем корень-то. Проходят годы, я все работаю. И я понял, богослужение это не главное. Это одна из составляющих. Главное это монашество. Монашество погубило православную веру. Оно открыло дверь мусульманству. Оно породило все, что есть. Почему? Самое лучшее из народа они высасывали. В монахи шли люди крепкие, сильные. И они за стенами этой мандры, при архимандритах, они умирали, как Сидоров пишет, уходили в песок, не давая потомства. И Андрей Кураев говорит, уже в 7 век, в 632 году Мухаммад умер, Магомед. Ни одного Кирилла и Мефодия не послали за 600 столетий. Аналоги с них брали. И встретились уже только на полях сражений. А там будет еще крушение Византии и все дальше. Главное монашество за этим стоит, что все ударили в богослужение, не добавь, не убавь. И третье, это непонятный язык. Вот теперь у меня все выстроилось. Я дозревал долго по тюрьмам. Так что Максиму еще предлежит кое-что испытать. И нужно за него крепко молиться. Чтобы они из него не сделали труса. Потому что такие люди, которые держат, если их сломают, и его надо ему выбиться, теперь он будет всех давить и гнобить сам, лучше их. Вот человек, который приходит, допустим, из сектантов, баптиста, он должен супер православный быть. Потому что он проповедует, он, а, баптист. Он говорит, надо Библию изучать, баптист. И они сваливаются в ту же яму. Они начинают делать, как все, чтобы только его не обвинили. Он делается супер православным гонителем всех. Вот беда-то наша где. Мы не понимаем, что Бог героев оставляет, может, один раз в сто лет. Как у сарабрятцев. Епископ Михаил был Семенов, а потом Дурасов. Они убивают их. Он с ума сошел и дальше не знает, что делать. А дальше его нашли избитым из уродов на епископ канадский был. Семенов Михаил. Они ненавидят. Они убивают. Это касается всех нас. А ты заметил, сильный, смелый человек, приблизь его к себе. Постарайся войти в друзья. Нет, в слуги к нему попади. Если бы был настоящий, Максим, вы сейчас охраняли день и ночь около его помещения. Тут еще вопрос в том, что они при врагу приняли его. Многие его не поняли. Вы понимаете, в чем дело? Он сейчас ищет человека, который бы за нему слово замолвил и объяснил. Объяснил. Правильно, дал трактовку его мысли. Понимаете, в чем дело? И его, я так думаю, в большинстве своем просто поняли неправильно. Вот так еще можно сказать. Его беспокоит то, что, как же так, его собратья. И вдруг на него. Я говорю, это совершенно нормальное явление. Вы ткнули в них, в этих Б, которые наполняют храмы. А их-то такими воспитали, прощают, прощают. Вы ткнули им в глаза буквально этим факелом пылающим-то. Он еще не осознает это, что он избранный сосуд у Бога. Я говорю по сегодняшний день. Он сделал то, что ни один не сделал во всей патриархии. Его президент должен был сейчас к себе в совет попросить. Человек, который не боится, и так говорит, да мне такие люди-то и нужны. Они не поняли. Да, такие люди. Это уже цель состоит, как говорится, как он заявил. И в Б, а что же это? Б, Б, я как-то однажды сказал, проповедь такой, без пяти, Б, ни один не спасется. Как так? Я говорю, давай по порядку. Загибай пальцы. Б, Бог. Без Бога никто не спасется. Б, Библия. Без Библии никто не спасется. Б, благовестие. Ни один не спасется, если ты не проповедуешь. Дальше. Вот вы видели, когда мы беседуем, а Андрей Кураев обо мне, где говорит-то. И Игнатию все равно. Ему наплевать на эти соборы, не соборы, люди, тем более наши решения синода. Он говорит, не прикрывайтесь этими соборами, там проще. Библия так говорит-то. А мне говорит, это не все равно. Я думаю, что скажет Тепельсков. Вот она, где корень-то весь-то. А Андрей-то это прямо говорит. Вот прямо говорит. Он же говорит, опять же, вот к этому видео вернемся, где он тракует слово «Б». Да. Вот. И он же, опять-то, Максим накидывается. Опять же, вы не видели, как он его обличил до Максима. Так он, Максим-то, его, там я посмотрел, там, где его выступление, и там рядом Кураев, прям в одну строку, он уже подтянутый там. Ну да, да. Как же так? Тут как будто бы в двух смысле получается, и какая-то непонятка такая. Надо себя проверять иногда, как бы в этой обстановке я поступил. Вот хорошо написано в рассказе, ну не рассказ, можно сказать даже, я даже не знаю, как это его, Хаджи Мурат. Вот книга такая, Льва Толстого, и там князь Воронцов когда беседует, и он о себе рассказывает, когда царских детей стали убивать, царских, ну княжеских детей-то, я, говорит, выпрыгнул в окно, бежал. И он так удивился и говорит, и вы бежали, а я считал, вы никого не боитесь. Он говорит, да, это было последний раз. Не бояться надо сказать, и что больше этого не повторилось. И когда его взяли и вели, я, говорит, рванулся и вдруг вырвался, а ущелье было, и бросился в ущелье. Разбиться-то. Но его всего переломанного нашел пастух и поставил на ноги. Дальше, когда, говорит, я воевал с такими, там где-то, и одного убил, я подполз к нему снять оружие. А он, говорит, повернулся ко мне и сказал, ты убил меня, а мне хорошо, прими газоват. Вот нам чего не хватает. Мы наш газоват упустили. Мы вышли на войну. Господь нас поставил воинами своими. И поэтому, если ты где-то прячешься, когда придет Господь, где Он тебя будет искать? Он будет искать тебя в своих рядах, воинов своих или где-то там, в трусливом уголке. И что главное, я пока еще не открыто, не начинал, ну, звонят ему, он сказал об этом, Максим, никого нету. Воспитали новое поколение трусов. Родители наши такими были, и таких нас породили, тем более, когда эта мать-одиночка на одну ночку. И спрашивать тогда нечего. Кто мы такие? Наша нация требует героев. Она криком кричит. И чтобы подражали им. Не папки Корчагина. Нам нужны люди, которые бы встали за истину Господню в том, что истина. Вот мне особенно сильно понравилось у Максима. Он ссылается на Библию. Ссылается к месту. Много. Это не свойственно православным священникам. Совершенно. Осознает он или нет, я еще не знаю. Потому что я вижу, что у него это уже вошло в норму. Он без натуги открывает, показывает и всегда подтверждает местами Писания. Вот я оцениваю как. По самой высокой шкале. Ну все, до свидания. Я вас навеличаю, Сергей Георгиевич. Все, с Богом. Ну, до свидания, друг мой. Давай, отходи. Спасибо, Христос.